Доброе утро, страна! На календаре четверг, 23 февраля. В эфире программа Жанна Кун. Вслед за нашими коллегами, которые отлично начали утренний выпуск, мы также готовы вас радовать интересными новостями. Дворец мира и согласия можно увидеть с любой точки Астаны. Эту величественную и изящную пирамиду уже называют одним из чудес света. Верхушку стеклянного здания венчает панно с изображением 130 голубей. Птица символизирует число народов, живущих в Казахстане. Сегодня у нас есть прекрасная возможность посетить этот уникальный объект. Дворец мира и согласия в Астане – одна из главных достопримечательностей столицы Казахстана. Здесь проводят выставки, концерты, презентации. А каждые три года в этих стенах проходит съезд мировых и традиционных религий. Автор проекта оригинального здания – британский архитектор Норман Фостер. Форма была выбрана именно архитектором. И данная форма, пирамида, она одна из устойчивых фигур в геометрии, приносит успех, удачу и ассоциируется с древнеегипетской цивилизацией. На самом деле, на сегодняшний день, наши пирамиды являются символом единения культур, истории, этносов на земле. Строительство пирамиды завершилось в 2006 году. Тогда и состоялось открытие Дворца мира и согласия. Часть строения находится под землей. Высота здания достигает 62 метров, а площадь составляет 28 тысяч квадратных метров. Архитектурные сооружения славятся своими оригинальными техническими решениями. Здесь особенный лифт. Он движется диагонально, под укором 60 градусов. Таких лифтов у нас 4, с двух сторон по 2. То есть такие лифты можно встретить в Эйфелевой башне в Париже и в отеле «Луксор» в Лас-Вегасе. Также у нас. Особая гордость пирамиды – оперный зал. В лучах софитов роскошный интерьер в бордово-золотых тонах создает неповторимую атмосферу. Самое главное место зала – сцена – имеет сложную структуру. Она состоит из четырех независимых друг от друга частей. Благодаря этому артисты могут воплотить здесь любую творческую идею. Зал многофункциональный. Здесь проходят концерты, камерной симфонической музыки, постановки оперы-балета, кинопоказы, различные конференции, различного круга мероприятий. А также на открытии этого оперного зала на рамках концертной программы участвовали такие мировые оперные звезды, как Мансерат Кабале, Роберто Ланья, Анастасия Волочкова и Рома Симбаева. Этажом выше расположен самый большой зал пирамиды – атриум. Он состоит из центральной части площадью около двух тысяч квадратных метров и четырех боковых павильонов. Интересно то, что естественное освещение попадает в оперный зал через окно солнца, расположенное в центральной части атриума. Но это еще не все, чем может удивить гостей столицы визитная карточка. Мы с вами находимся на вершине пирамиды, на восьмом этаже, в малом конференц-зале «Колыбель», откуда открывается отличная панорама на нашу столицу. Вершина пирамиды у нас выполнена из витражных стекол. Автором витражных стекол является Брайан Кларк, британский художник, дизайнер витражных стекол. Он изобразил на вершине пирамиды 130 голубей. Количество голубей символизирует 130 национальностей, проживающих в Казахстане. Особенность художественной композиции в том, что голуби не видны снаружи, а только изнутри. Венчает строение конус, вершина, выполненная в цветовой гамме флага Казахстана. Поместимость этого зала – 100 посадочных мест, 40 в центре и 60 вокруг. Здесь приходят секретариаты, сессии ассамблей народов Казахстана и различные конференции, мероприятия. Нимп, подвешенный над головой, создает дополнительную иллюминацию и показывает важных сидящих за столом. За свою десятилетнюю историю Дворец мира и Согласия снискал славу одного из самых необычных и интересных мест. Узнав об этом, гость из Томска Никита Сорокин решил познакомиться с этой достопримечательностью. Мне из всего увиденного во дворце данным, называемой пирамидой, мне больше всего понравился зал Колыбель, потому что у него очень обычная архитектура и отсюда открывается прекрасный вид на город Астана. Каждый день все желающие могут насладиться оригинальной архитектурой и ощутить сильную энергетику пирамиды. Экскурсии здесь проходят с 10 утра до 6 вечера. Мируэр Жекьянова, Бахтиар Эдхожин, Жанакун, Астана. Блендер Знаете ли вы, друзья, что блендер был изобретен в 1922 году американцем Стивеном Поплавски? Ну, если мужчина заговорил о кухонных приборах, значит, все, пора идти готовить завтрак. Пойдем, Бахтель. Доброе утро! Утро доброе! Доброе утро! Уже мы, наверное, хотим завтракать. Да. И наши телезрители вместе с нами будут готовить наш очередной вкусный, полезный завтрак. Да, сегодня у нас такое совмещение нескольких видов завтрака, скажем так. У нас будет сэндвич, но будет необычный, он будет омлет. Ого. Сэндвич, омлет. Да, для этого нам как раз понадобится для начала сделать омлет. Хорошо, давайте. Давайте я попрошу, надо будет разбить реца, добавить немного молока. Хорошо. Так, а мне, Кирилл? А вот это зелененькое, что у вас? А сейчас вы увидите. Это шпинат. Шпинат. Амбас, я попрошу, нам надо будет порезать помидоры. Как? Потоньше и как бы кругляшочками постараться сделать. Он пойдет в омлет, да? Да. Хорошо. Омлет как бы состав классический. Да. Яйцо, молоко. Сейчас. Сейчас мы разогреем сковороду. Мы добавляем наш шпинат. Ух ты, шпинат сначала. Да. Сейчас мы его немного прогреем, он уменьшится в своих объемах. Насколько я понимаю, даже не добавлял масла, да? Да, мы не используем масло, да, по-моему? Да. Прогреваем. Так, я взбиваю яйца. Так, это что получается, Кирилл, шпинат вместо масла у нас? Нет, для этого нам просто не понадобится для этого варианта масло. И так, причем диетично. Даже оливковое? Даже оливковое. Добавим немного соли. Ага. В принципе, я думаю, чтобы все. Конечно. Замечательно. Немного перчика. Так, а я тем временем добавляю молока. Скажете, когда все? Я думаю, достаточно. Достаточно. Так, с помидорами. Перчик. Окончено. Молодец. Еще помидор. Да. Так. Взбиваем, взбиваем. Взбиваем, да. Пышный омлет. А я сейчас перемешаю. Вот он. Ага, вот он дает сок. Немного такой. Да, он немного как раз. Размекает такой. Да, мягче становится, нежнее. Нежнее. Готов начинает быть, принять к себе. Яйца, да? Я жду, говорит. Скорее, давайте мне яйца с молоком, чтобы получился вкусный омлет. Замечательно. Вот мы теперь добавляем немного помидоров. Давайте. Немного, я так понимаю, что не все, да? Да, не все. То есть даже мы вот так вот сделаем, просто положим. Как ты красиво повел. Круменько. Еще лучше? Да. Замечательно просто. Я думаю, достаточно нам помидоров. Кстати, резать так красиво могут только мужчины. Давайте добавляем. И заливаем. Да. Так, друзья, внимание. Вот. Отлично. Добавляем немного огонь. Ага. Интересно, как у нас получится сэндвич. Вот это да, вот это интересная история. Тут все очень просто. То есть мы наш омлет положим сверху. Ага. А, понятно. Мы его сейчас пожарим, приготовим, порежем и... И положим на хлеб. И все. Да, и получается совместим пользу. Будем употреблять и хлеб. Да, и хлеб сразу впитает, наверное, сок вот нашего омлета со шпинатом. Так, нам помидоры нужно, Кирилл. Помидоры нам немного понадобятся вот как раз на сэндвич. Так, вам нужна тарелка. Нам нужна будет тарелка. Отлично, давайте. Опа, давай вот сюда. Замечательно. Хорошо. Да, и давайте мы возьмем сразу немного помидоров. Давайте. Которые мы будем положить. Они все у тебя прекрасно получились. Должно трудно выбирать. Спасибо. Все, я думаю, достаточно будет. Мы немного ждем. Да, когда он затвердеет, да, немного? Да, но не нужно. Молоко нам тоже не понадобится. Тем временем, интересно, видно нашим зрителям? Да, вот мы сейчас должны поймать такой момент, чтобы он не весь схватился. А, был сочным. Да, немного, да. Как красиво. Да, можно сфотографировать и на стену, повесить с кухни. Я добавлю немного хочу. Соли? Перца. Перца. Совсем чуть-чуть. Для аромата, да? Для аромата, да, да. Мы обжариваем его только с одной стороны. Да. Только с одной. Да, и мы даже немножко сделаем так, чтобы он у нас остался вот чуть-чуть такой жидковатый. Живой такой, да? Да, живой. Поддергивается. Да. Может, и пузырьки наливаются. А хлеб не маленький, Кирилл? Я вот тоже думаю, что ты вот хребомалка. Завтрак должен быть легкий и полезный. Так, что мы делаем дальше? А, ну, наверное, лопатчика будем не подышать. Сейчас мы отрежем. А, теперь мы его разрезаем. Да. Интересно, как же получился омлет без масла? Вот не говори. Никогда не пробовал. А мы всегда используем масло, боимся, что подгорит. А на самом деле много масла, оказывается, вредно. Хорошая сковородка, я думаю. Хорошая антипригарная, да? Решение всех ваших проблем. Вот. Надо вообще не жалеть денег на хорошую сковороду. Вообще жалеть денег нельзя. На питание. Ну, ни на что. Так, сейчас. Так. Лопаточку. А хлеб, наверное, нужно большой. А, сначала вот так. А, теперь понятно. В общем, это какой-то такой некий бутербродик. Да. Только начинка бутерброда – это омлет. Да. И добавляем уже помидоры, которые у нас свежие. Свежие, да? Ага. И сверху мы добавим немного соли. Соли? Много соли еще. Немного. Для того, чтобы просто помидоры нам дали сок, чтобы они проснулись к нашему завтраку и пришли тоже в хорошее состояние. Ну, со шпинатом это очень, кажется, правильная идея. Это очень полезно. Да. Мы здесь получаем все ингредиенты, которые нужны. То есть и зелень у нас есть, и овощи есть, и белок, и клетчатка, да, и хлеб. Так, Кирилл, можно же, в принципе, вместо свежих помидоров использовать и огурцы свежие, правильно? На украшения? На украшения. Да, конечно. Да, кстати, это классная идея. На свой вкус. Вы не очень любите помидоры? Нет, он говорит, чтобы не повторилось. Помидоры. Да, помидоры с помидорами. Да. Мне кажется, это было бы вообще здорово. Мне кажется, что помидоры, которые мы прогрели и которые свежие, они совершенно разные на вкус. А, да? Да, да. Ну, хорошо. Добавьте немного соли, как я попросил. Так, хорошо. Это соль? Буквально немножечко. Да, совсем чуть-чуть. Замечательно. Ну, друзья, красота. Вот такие необычные бутерброды у нас получились. Да, и все, она понадобилась где-то минут три, чтобы приготовить такие бутерброды. Потому что хлеб уже пропитался соком омлета, помидорами, шпинатом. Приятного аппетита. Освоить балетные позиции – задача не из легких. Вначале так сразу и не разберешься в тонкостях хореографии. Что такое детский балет? Это сплошное умиление и порция отличного настроения на весь день. Летающая балерина или микс традиционного танца и акробатических элементов. Эта девочка покорила не только мировых судей, но и сердца зрителей. Вашему вниманию балет «Лебединое озеро». Правда, он не совсем обычный. В этой постановке хореограф решил сделать ставку на юмор. Эти девушки тоже проявили креатив в балетном искусстве. Светодиодные ленты сделали их выступление поистине волшебным. Йога – древнейшее индийское учение. Оно включает в себя целый комплекс физических и психологических упражнений. Занятия этой практикой дарят возможность сохранить молодость и здоровье. Начнём прямо сейчас. Сегодня существуют десятки разновидностей йоги. Хатха, кундалини, антигравити, айангар и не только. Специалисты утверждают, древнее индийское учение помогает сохранить здоровье, продлить молодость и красоту. Говоря, можно получить этот результат на любом занятии. Главное условие – стоянность. Состоянно нужно заниматься регулярно, ну, хотя бы два-три раза в неделю. Рената Хабибрахманова занимается йогой в 14 лет. Говорит, за это время она изучила разные комплексы упражнений, но в итоге выбрала кундалини-йогу. Инструктор уверена, выполнение специальных асан способствует омоложению организма. Конечно, одной йоге недостаточно от них занятий. Нужно и правильно питаться, достаточно пить воды, вести правильный образ жизни, ну, скажем так, соблюдать режим дня. Нужно вовремя спать, вовремя просыпаться. Как вы знаете, йоги очень рано встают. Наверное, это первое правило, первый секрет молодости йоги – это то, что мы встаем в предрассветный час. Особенно полезны перевернутые позы. Легче всего их выполнять в гамаках. Антигравитационные асаны улучшают состояние мышц в верхней части тела и стимулируют работу позвоночника. Перевернутые асаны помогают в омоложении, потому что улучшается кровоток к лицу, кровоток к мозгу, улучшаются, разглаживаются мелкие морщины за счет питания тканей. Для занятий антигравитационной йогой нужен специальный гамак из прочной ткани, который выдерживает до 200 кг веса. Перевернутые позы скорее медитативные, чем силовые. Во время выполнения упражнений нужно расслабиться и не думать о посторонних вещах. При этом дыхание следует немного замедлить. Происходит балансировка всего организма, как внутренних органов, так и энергий. И психическое состояние тоже балансируется. На гамаках йогой не все могут заниматься, поэтому обязательно нужно консультироваться, прежде чем попасть. Многие женщины увлекаются йогой, будучи в интересном положении. Эти занятия помогают им подготовиться к ответственному дню физически и психологически. Как раз вот это вот послеродовая депрессия меня привела в йогу, потому что, честно говоря, я не знала, как быть, кому идти, куда обращаться. Йога помогла мне. Кому нужно обращаться? Обращаться нужно внутрь себя, к себе. И йога как раз-таки этому учит. Заниматься йогой желательно в тихом месте. Лучше всего на природе, говорит инструктор Елена Дара. В этом она убедилась после того, как решила выполнить антигравитационные осаны прямо в горах. Проводилась по дороге на Медео. Там есть мост над речкой. Ну, где-то примерно высота около трех метров над рекой, прямо над речкой. С нами был инструктор, который высоты боялся. Но преодолев себя, все прошло замечательно. Конечно, проводить занятия в таких условиях очень сложно. Начать заниматься йогой можно в любом возрасте. Однако осаны следует осваивать постепенно, на уровне своих возможностей. В этом случае йога поможет не только сохранить здоровье, но и обрести гармонию в душе. Адель Джисупова, Юрнур Айдарбек, Жанакун. Логотип. Это одно из важных составляющих любого бизнеса. Как создать запоминающийся фирменный знак, нам расскажет основатель дизайн-студии Антон Ахматов. Антон, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почему так важно иметь собственный логотип? Я бы даже сказал, не важно. А нужно? Нужно, да. Если вы собираетесь с кем-нибудь конкурировать или продавать что-то, или предоставлять какую-то определенную услугу, то вам нужно обязательно иметь логотип. Услуги, продукты повторяются, их много, и чтобы вас узнавали, нужно определенное лицо иметь, то есть логотип. И каким и должно быть это лицо, то есть логотип. Логотипы могут быть абсолютно разные. Они должны выполнять поставленную задачу, то есть исходя из того, что клиент требует, ориентируясь на свой продукт, на свою целевую аудиторию, и исходя вот из этих данных уже и строится сама форма логотипа, там, идея, цвет и прочее. Получается, вы хотите сказать, что прежде чем создать свой логотип, нужно провести некое обследование рынка, рода деятельности, чем ты будешь заниматься, чтобы этот логотип соответствовал твоей деятельности, ну и, конечно же, приносил удачу. Ну, это в лучшем случае. Если крупные компании, и у которых есть финансовые возможности, естественно, то нужно провести определенные исследования, там, даже провести, после исследований провести определенную, написать стратегию, исходя из этих данных, уже делать логотип. Но если вы собираетесь конкурировать с кем-то крупным, то это обязательно делать. Но если вы как начинающий бизнес, то я думаю, что вначале это не обязательно делать, то есть можно обойтись пока логотипом в фирменном стиле. Ну, а вот какие основные моменты при разработке логотипа? На что обратить внимание в первую очередь нужно? Ну, я думаю, самое первое, на что нужно обратить внимание, как бы логотип — это основа, скажем, фундамент. И думаю, что важнее всего это и его визуализация, и уникальность. То есть логотипов, похожих в мире, ну, очень много. Если мы говорим о внутреннем рынке, то, как бы, логотипы, похожие с другими странами, могут быть. То есть где-то что-то. Но все равно на первую очередь стоит эта уникальность. То есть вы должны от всех отличаться. Хорошо, мы отличаемся от многих своим логотипом. Антон, а верите ли вы в то, что логотип может как-то в будущем повлиять на работу, на деятельность той или иной компании? Абсолютно с вами согласен. Да, может повлиять. У нас у самих, у студии был вначале один логотип, который мы разработали, и он как бы не шел. Через какое-то определенное время его поменяли. Это отражалось во всем. А какой совет вы дали бы начинающим бизнесменам, которые хотят сделать такой логотип, чтобы он был как бы талисманом удачи? Ну, нужно довериться дизайнерам. Я думаю, это в первую очередь. И дать определенное задание, что они хотят отразить в своем логотипе. Четко объяснить, что они хотят. Четко объяснить. Ну, как бы существует бриф, который заполняют, объясняют все свои желания, задачи и прочее. Ну, кто-то использует корову, ну, кто-то лошадь, кто-то, там, не знаю. Ну, коровы разные бывают, лошади разные. Можно использовать реалистично, можно стилизованно, можно составить из двух, ну, вариантов миллионы. А вот вы говорите, что довериться нужно дизайнеру, да? Ну, а вот если коллектив компании вам что-то конкретно говорит, вот воплотите, вот, а вам, допустим, это кажется, ну, нецелесообразным, неинтересным, вы как поступите в этом случае? Ну, мы стараемся, исходя из своего опыта, с клиентом найти компромисс и постараться ему объяснить, как будет верно и правильно, исходя из графического составляющего, там, из композиции. Бывают случаи, когда классный логотип, там, в конечном итоге, получается такое небольшое уродство. Да? Ну, вкусы у людей разные бывают, вот, и мы в этом случае выступаем как эксперты. То есть мы в любом случае стопроцентно не можем переубедить клиента, мы только можем направить и посоветовать. Вот, Антон, вы говорите, вы разрабатываете знаки. Вот на сегодняшний день вообще какие вот знаки, какие фигуры используются в основном? Да, вот что сейчас стало чаще всего модным, можно сказать. Что тогда в тренде сейчас, можно сказать? Все логотипы, которые мы разрабатываем, начинаем это, конечно, с бумаги, это с карандаша, то есть с эскизов. Естественно, пытаемся какие-то формы между собой совместить, искать уникальность. То есть тут нет такого правила, там, что квадратик, треугольничек. Тренды, они существуют, и каждый год они меняются. Вот, там, есть несколько сайтов, которые каждый год пишут тренды. Вот, в последнее время за собой замечаю, что тренды есть именно в районе, рукописных логотипов, то есть литеринг. То есть на основе полиграфии разрабатывается уникальный логотип. То есть вот за последнее время несколько раз заказывали. То есть тренд, по всей видимости, есть. Понятно. Ну что, спасибо вам большое, Антон. Желаем им творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok